Сегодня Москва простилась с Львом Дуровым. Об этом великом актере мы сегодня поговорим с его коллегой, с его другом, товарищем Йосифом Рахигаузом. Добрый вечер. Прошу. Вы знаете, я начну с вчерашних заголовков на ряде сайтов, которые вас цитировали. И написано следующее. Лев Дуров, с ваших слов, был последним артистом эпоса. Я так понимаю, что имелся в виду Эфрос все-таки, а не эпос. Да, естественно. Это ваши коллеги, к сожалению, такую фамилию, как Эфрос, уже не слышат и не понимают. Нет, некоторые газеты написали верно. Он был последним великим артистом. Естественно, есть Ольга Михайловна Яковлевна, к счастью, дай бог, чтобы она как можно дольше была с нами. Но действительно, из таких вот этой выдающейся когорты, Волков, Круглый, конечно, Дуров был первым. Он действительно был великим актером. Почему при жизни этот эпитет, ну, так скажем, не встречался в публикациях? Великий артист – это тот, который у режиссера, у драматурга, у сценографа что-то берет и в то же время он их отторгает. Он сочиняет роль, он сочиняет пространство вокруг себя, он входит в контакт и в диалог с партнером. Он сам себе целый мир. Понимаете, талантливых артистов много. Много. Наш театр, русский театр, очень богат талантами. И талантливо вот сыграть роль – это, ну, возможно, и возможно увидеть. А вот талантливо жить, талантливо репетировать, талантливо существовать, талантливо вести диалог – это могут не многие. И это вот уже не артисты, а это уже такие пространства. Мы когда-то, много-много лет тому назад, ну, уже я не был студентом, я уже был режиссером театра «Натаганки». И где-то в ста километрах от Москвы раздавали такие участки, огородные товарищества. Кооператив «Актер» назывался. Председателем была Татьяна Васильевна Доронина, там был Валера Золотухи. Ну, там были замечательные-замечательные. И вот у всех были огороды, у всех были участки. А у Дурова был уголок Дурова. И все это знали. И все говорили, ну, там, где уголок Дурова, это все серьезно совершенно. И когда мой папа, настоящий герой войны, расписавшийся на Рейхстаге, куда-то вечером исчезал, я понимал, что папа сидит с Дуровым, и они вспоминают войну. Причем Дуров не воевал, понятно, Дуров был московским мальчиком. Но мой папа был уверен, что Дуров воевал. Папа ему некий, вот как, а мы помнишь после Варшавы, и Дуров помнил. Он сам настолько в это, он не обманывал, он искренне в это верил. Или когда мои там две маленькие дочери, которые сейчас уже взрослые, тоже вечером куда-то исчезали, я понимал, что они, они честно говорят, мы у дедушки Дурова. Маша, ты где? Саша, ты где? Я у дедушки Дурова. Там был Ваня Дуров, внук, который всегда что-то затевал. И сам Лев Константинович, который был в центре вот любых вот этих вот соседских дач, ну это дачами называли, это смешно, но он, он вот, он, он жил там, и вокруг него был мир. Вот этот уголок Дурова уходит, понимаете? То, что сам Дуров, он лежал в гробу вот сегодня, и это, ну это даже и не он, даже и не он. Конечно, там все равно горло сдавливает, и невозможно это видеть. Но, мало того, я буквально там три недели тому назад, на дне рождения, на юбилее у Лёни Якубовича, мы сидели рядом с ним за столом, с Львом Константиновичем, и я понимал, что он, он физически вот в плохой форме. Он все равно справился. А почему мы не репетируем? Когда ты привезешь мое тело в театр? Это вот, это он, он так шутит. Я думаю, вот он, мне сегодня казалось на этих похоронах, на этой паникиде, при переполненном зале, вот там замечательно сказал Миша Швыдкой, что мы тебя здесь видели, ну, во всех ролях, ну вот это ты напрасно, вот в такой роли ты, и действительно, вот, вот мне все время казалось, он выйдет из-за кулисы, он скажет, ребята, я, я разыграл. У него потрясающие розыгрыши, я могу не останавливаться, а Дурове говорить бесконечно. Я потом, вот будет пауза, я расскажу там об одном грандиозном розыгрыше, который он создал. А вот вы упомянули фамилию Швыдкова, Швыдков сказал, что у Дурова внешность комика, что имеется в виду? Ну, внешность не героя, конечно. Дуров, Швыдкой сказал, и он, как очень серьезный театровец, сказал очень верно, потому что вроде бы Дуров такой не герой, вроде бы Дуров не социальный, не красавец, не кучеря, он лысым был, по-моему, с детства, его прозвище Дед было всегда, Дед, 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 а при этом великий трагический артист. Вот этот фантастический монолог «Братья Алеша», от которого мы его десятки раз слушали и смотрели, и десятки раз такая оторопь наступала, потому что он очень исконенен в этом. Видите, есть артисты, которые, они сами персонажи, вот Дуров персонаж. В нашем театре шел спектакль «С приветом, Дон Кихот». Ну, когда говорите «в нашем театре», вы тем не зрители. В театре школы современной пьесы, я имею в виду. Дуров, естественно, у вас основное место работы – театр на Малой Броне, и это он там… Но в вашем театре он с момента, по-моему, основания. Да, да, да. Он там провел, там, 50 лет, наверное. Но, тем не менее, 25 лет нашего театра – это тоже четверть века с Дуровым. И он с самого начала. Да, он сыграл вторую или третью премьеру театра. Спектакль назывался «Все будет хорошо, как вы хотели». Он его играл с Ирочкой Алферовой. Она вся красавица, она вся легкая, воздушная. Он весь такой крепкий, азартный. Мы этот спектакль тоже провезли там и по Америке, и по Израилю, и по Европе. И здесь он бесконечно шел. Потом я даже фильм снял телевизионный. Есть, к счастью, есть, и видно, как он там играет. А то есть это телеспектакль просто, да? Это снят спектакль? Да, нет, но я когда снимал свои спектакли, я их всегда снимал… С поправкой на телеверсию. Да, 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 это отдельная съемка. Мы снимали это совершенно как такой телевизионный фильм. Я стал говорить о том, что он сам… Он играл Льва Толстого в спектакле «Месяц-лет». Замечательно играл Толстого в портретном гриме. И при этом, вот я вижу… Я не знал, я не был знаком с Толстым. Но вот через Дурова я знаком с Толстым. Я понял, вот Толстой такой. Он вот так уходил из Ясной Поляны. Он вот так разговаривал. Вот так с женой, вот так с крестьянкой, вот так с… Забыл, как его фамилия. Которая издавала его сочинение. Ага, да, да. А вот спектакли, в которых играл Лев Дуров, они будут продолжать у вас идти? Ну да, он играл во всех «Чайках», которые вот есть. Ну, нет. Некоторые спектакли невозможно без него играть. Например? Ну, например, с приветом Дон Кихот. Дон Кихот – филозоф, Дульсинея Татьяна Васильева и Дуров Санчо Панца. Это только он мог вот на этом деревянном ослике, покачиваясь, в общем-то, простые слова. Там объясните мне, за что шипы нам, а не розы, на наши только слезы, наградой палкой по спине. Видно, никогда нам не рассеет злые чары судьбы. Ужасный удар. Я, в общем, говорю, сам слышу, что там не самые лучшие стихи. Но от того, как он их говорил, от того, как он на этом своем деревянном ослике гнался за рассенантом с филозом, от того, как там выходила Таня Васильева, и они втроем, обнявшись, пели... Ну, сейчас я буду спектакль рассказывать. То есть, вводить никого вы не будете? Нет, никуда не... Нет, ну, какие-то роли играют другие артисты, которые он играл, но его роли, я думаю, никто и не нужно. Зачем это? Зачем? У нас, когда ушла из жизни Мария Владимировна Миронова, мы перестали играть «Уходил старик от старухи». Мы пробовали с Глузским везти, там привозили в ее артманы. Нет. А когда ушел Глузский, мы перестали играть спектакль, где... Спектакль вот Леонида Фимовича Кефинца, сейчас, с названием неплохо, «Артигона в Нью-Йорк». Ну и так далее. Но когда такие артисты уходят, их заменить, надо ставить другой спектакль. А какой-то, я вам не дал рассказать, какой-то случай комичный, хотели бы сказать? Ну, вы знаете, с Дуровым комичных случаев множество, потому что Дуров, мы когда ехали на гастроли, на любые. Вот мы садимся в поезд, в купе, вот поезд только отходит, возле одного купе стоят люди и что-то слушают. Слушают Дурова, слушают Дурова. Это, ну, случаев с ним безумно. Вот розыгрыш, который он мне устроил, пожалуйста, могу рассказать. Саша Журбин написал «Аперету Чайка», а он же очень долго жил в Нью-Йорке. И он стал мне говорить, слушай, «Аперета» так хорошо получилось, он имел в виду в основном свою музыку, естественно. И спектакль ему тоже нравится. Давай это сделаем в Нью-Йорке на Бродвее. Я говорю, да, конечно, с удовольствием. Ну и в театре это слышали, и Дуров это тоже слышал. Ну, я не то чтобы ждал приглашения с Бродвеем, но как-то думал, ну, вот, поедет Журбин договориться, он там знает Нью-Йорк. Как-то в 6 утра звонил телефонный. И такой сильный акцент, голос женский. Вот, я там мисс такая-то, я представляю продюсера такого-то. Да, вот, господин Райхельгаус, мы знаем о большом успехе вашего мюзикла «Чайка» в Москве. И мы бы хотели, чтобы вы на Бродвее вот это повторили. Вот единственная сложность, вы знаете, что режиссеры у нас получают 5-6 миллионов долларов за постановку, а вы неизвестный режиссер, поэтому мы можем вам заплатить только 2 миллиона. И в 6 утра, я говорю, я согласен и на 2 миллиона, и, конечно, да, мы вам позвоним через несколько дней, пришлем контракт, вы просмотрите, у нас все серьезно. А я перед этим ставил уже в Нью-Йорке спектакль. И я понимаю, что, ну, не в мюзике, да, ставил драматический спектакль. И я понимаю, что контракт, что все серьезно. Очень хорошо там были подготовлены с той стороны. Проходит несколько дней, опять звонок, о, господин, все, мы готовим, мы собираем постановочную группу, сценограф должен быть оттуда, там композитор отсюда, ну, композитор он есть. И единственное, вот знаете, мы так посоветовались, вы все-таки, ну, извините, но не самый выдающийся режиссер, поэтому мы вам заплатим только миллион долларов. Вот, вы понимаете, это продолжалось пять-шесть раз, пока Дуров не взял труб, сказал, ставить на, если ты даже допланишь, мы не дадим тебе ставить на Братвею. Замечательно, по-моему. Ну, он много чего, он разыгрывал бесконечно, он по любому поводу, вот знаете, человек, который создает вокруг себя, как там американцы говорят, режим наибольшего благоприятствования. Вот он входил в театр, и уже понятно, что он, он иронизирует в целый адрес, в ваш адрес, в адрес тех, кто вокруг, причем ему совершенно не важно. Вот, как я говорил, там он, и мой папа был, и его другом, и мои там маленькие дети были его друзьями. Вот так же в театре, там, с одной стороны, его партнеры и друзья, Филозов, там, Таня Васильева и Ралферова, а с другой стороны, студенты, которые играют с ним вместе, но играют там массовку эпизоды, они такие же коллеги, такие же уважаемые для него люди. А вот этот, кстати, вот момент респекта и уважения. Вот вы упомянули, что он с Эфросом работал как бы параллельно, а с вами как с режиссером. Я вот всегда пытаюсь понять, каково режиссеру работать с людьми, он же старше значительно был у вас. Вот каково режиссеру, режиссер все-таки, ну, давайте называть вещи своими именами, он командир полководец, он командует. Каково командовать людьми, которые, вот, значительно тебя старше, которые тебе годятся в родителе? А дело не в возрасте, дело в таланте. Вы знаете, я давно заметил, что мне вообще повезло в жизни встречаться с большим количеством талантливых людей, прежде всего артистов. Там, Валентин Ильич, говно, я буду перечислять весь современный, где я провел всю свою молодость. То есть театр на Таганке и наш театр вот уже сколько лет. Мне очень-очень повезло. И вот я скажу вам, чем талантливее артист, чем он мощнее по своему объему, по своим возможностям, тем больше у него претензий к себе, а не к режиссеру. Тем больше у него претензий к себе, а не к автору. Тем больше у него претензий к себе, а не к сценографу. Потому что артист плохой, он все время ищет все, что ему мешает. Он недоволен режиссером, он недоволен драматургом, он недоволен текстом, он недоволен костюмом, он недоволен вот этой чашкой. А Дуров, вот если мы можем показать, вот смотрите, вот плохой артист, вот вы режиссер, я артист. Вот плохой артист говорит, что сделать, как сыграть? А хороший артист, вот этот Дуров, он говорит, как сыграть, что вы его и раздражаете, и мешаете, и помогаете, он создает, он сочиняет, он рождает, он мучается. Вот это настоящий артист, он не ищет виновных, он ищет себя. Я, кстати, не знал, что Дуров имеет отношение к великой династии Дуровых, которые занимались животными. Нет, животными это уж в каком поколении? На самом деле это такой очень, это род Дурова, очень, на каком-то слово так сказать, высоко духовный, высоко образованный. Это из, я думаю, я даже не думаю, я знаю, он очень много рассказывал, это вот Кавайрис-девица Дурова, это братья Дуровы. Да, вот это знамение из Бусарской баллады, да, я не знал, что это... Это какие-то его деды там троюродные, конечно. А с дочерью вы знакомы? Она очень такая своеобразная индивидуальность, очень своеобразная. И, как ни странно, лучшие ее проявления, лучшие, наиболее интересные, были в спектаклях самого Льва Константиновича. Вот я смотрел практически там последние годы, особенно, все спектакли, которые он ставил, и Катя всегда в этих спектаклях, он ее любил очень. И она его обожает и обожала, и была предана. Поэтому, конечно, они совпадали. Я вообще думаю, что 99% артистов, они формируются режиссурой. А уж, да, а уж потом... То есть они не рождаются с этим, вы считаете, что это дар? Нет, они рождаются, сейчас я объясню, они рождаются с некой природой, с некой индивидуальностью. Ну вот, я в этом году набирал в ГИТСе мастерскую, там, режиссерскую, актерскую. Естественно, я смотрю и набираю человека, который сформирован, человека, который, мне кажется, образован, у которого есть эмоциональный опыт, есть там запас культуры. Но научить технологии несложно, а вот сложно дать объем. И вот как раз там у Дурова объем, у Филозова объем, у Тани Васильева объем, у Тани Веденеевой объем. У Тани Веденеевой хорошая артистка или плохая, не знаю. При том, что мы с ней учились, она там на пару лет училась, сейчас бы она меня убила. Если бы я сказал, что она всего на пару лет там была младше меня по ГИТСу. Но на нее интересно смотреть. Вот на Дурова интересно смотреть, когда он никого не играет. Играет, не играет, по тому, как он слушает, по тому, как он разговаривает, по тому, как он воспринимает, по тому, как он оценивает. Вот вы в этом, в этом делаете. А разве Сомерсет Майем не был прав, говоря, что актеры, они играют всегда, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Да, Кавсель, они играют всегда. Я сейчас играю, интервьюируем, ого, а вы интервьюера. Это да, это... Вот в вашей дружбе, когда мы говорим не о профессиональном сотрудничестве, а о человеческой дружбе с Дуровым, имело значение, что вы были единомышленниками в оценке исторических событий, исторических фигур? Ну, вы знаете, во-первых, мы не всегда были единомышленниками. Нет? Нет. Совсем не всегда. Но, что я читал, мне показалось, что вы должны совпадать. Ну, в общем, да, ведь все-таки Дуров, извините, работал с Анатолием Васильевичем Эфросом. А Анатолий Васильевич Эфрос в определенном соотношении был с советской властью. Вы упомянули Ромео и Джулетта, даже Шекспира 7 раз, по-моему, они сдавали там. Они все сдавали бесконечно, им обрезали, им не давали, им мешали. Ну, что тут говорить. Нет, бывали какие-то ситуации, когда мы с Дуровым не сходились в оценке. Но это нормально. Вот Дуров, он был спорщиком? Он умел спорить или он был дипломатом? Спорщиком, конечно. Ну, что вы. Ну, когда там где-то нужно дипломатом? Нет, спорщиком. Он азартный человек. Мало того, его убедить можно было. И Вакон Стивича можно было достаточно внятно убедить. Сказать, хорошо, делай так. Сагитировать. Ну, может быть. А вы считаете, он сыграл все роли, которые мог бы и хотел сыграть? Или он делился с вами какими-то... Никакой. Со мной он мало чем делился там про роли, но ни один артист не играет, не сыграл всего, чего он мог бы и хотел. Ну, вы представляете, это природа дуровская какая. Он очень много чего мог бы сыграть еще. Очень. Но он много и так сыграл. Ну, вот все-таки, мне кажется, что когда человек уходит до срока, ну, случаются-то там, когда человек уходит 30-40, нет, это мы можем говорить, что он мог бы сделать и не сделал. Здесь все-таки человек прожил, в общем, жизнь такую полную. Ну, и не было, по-моему, периодов, или вы считаете, были периоды фрустрации, когда он бывал невостребован? Или на протяжении всего своего пути... Почти не было такого. Он мог быть невостребован, там были какие-то застои в театре Наброны, уже в Ислей Эфроса, там бывали разные ситуации. Но при этом он сам человек, который утром на радио, днем на телевидении, вечером на сцене, еще он успевал писать свои книжки, еще он успевал преподавать. Преподавать, да. Две или три книги, по-моему. Ну, конечно. Ну, вот у Гафта замечательная биограмма, которая родилась просто на сцене нашего театра, когда... Напомните. Сейчас напомню. У нас... Я давно-давно еще в «Современнике» вот это придумал, и мы начали этим заниматься в «Современнике», когда пишущие артисты выходили и читали. И поэтому, когда... Свои произведения. И поэтому, когда вот возник «Школа современной пьесы», я стал организовывать вечера, где читали, там, Гафт читал свои эпиграммы, Леня Филатов читал свои замечательные стихи и пародии, там, Людмила Ивановна Иванова пела свои песни, Володя Качан пел свои песни. И вдруг на одном из таких вечеров Гафт пришел с опозданием и видит, что выступает Дуров. И говорит, подожди, а Дуров что он пишет? Я говорю, как что, вот у него уже две книжки. Ну, да, не может быть, как-то столкнулись. В общем, Гафт пока стоял кулись, он написал на Дурова замечательную эпиграмму. Вышел и прочел ее, потом она стала уже довольно известной. Эпиграмма такая. Артист, рассказчик, режиссер, но это Леву не колышет. Он стал писать с недавних пор. Наврет, поверит и запишет. Но дело в том, что Дуров врал художественно. Он врал художественно. Он искренен. Это не значит, что он не хотел вас обмануть, он хотел вас обрадовать. Он часто, я часто слышал, как он рассказывал о ситуациях, в которых я сам был. Я начинал говорить, Лев Константинович, подождите, я же видел, было не так. Как было не так? Ты что? Так нет, ты не понял. И вот дальше он меня начинал убеждать. Он верил, погружался. Вы знаете, мы обычно финишируем игрой в правду. Сегодня впервые за все время мы решили отказаться. Потому что повод такой все-таки не самый веселый сегодня у нас для встречи. А вот какой бы я вопрос хотел бы задать в финале. Был ли что-то, какая-то тема, которая не прозвучала в нашем разговоре, а хотелось бы, чтобы она прозвучала? Что-нибудь я забыл спросить? Вы знаете, вот Дуров, как раз мы можем сейчас заканцевать наш с вами диалог тем, с чего начали. Дуров не просто артист и не просто талант. Он действительно, как это не банально звучит, действительно вот такой мир. Дуров. И я думаю, что спрашивать о нем и рассказывать о нем можно бесконечно. Мы, конечно, в театре школы современной пьесы сделаем «Вечер Дурова». И я думаю, что и вы еще не раз сделаете передачи. Вот если здесь сядут рядом сейчас, я не знаю, там, Леня Ермольник, Леня Якубович, Володя Качан, Филозов. Вот пол нашего театра сядет, мы можем 24 серии про Дурова. И каждый будет, ой, подожди, а я помню, ах, погоди, я помню. У нас вечера театральной байки, вечера стеки проходили так, что сначала рассказывали о Дурове, потом приходил Дуров и начинал рассказывать обо всем остальном и о себе саму. Поэтому вопросов очень много мы друг другу не задали. Я думаю, что те вопросы, которые не прозвучали, они так или иначе могут прозвучать в вечере памяти, который состоится в этом театре. Да, мы в день рождения Дурова сделаем в театре обязательно большой-большой вечер его памяти. Мы вспоминали его Дуровой, у нас в гостях был Иосиф Рокенгауз. Угромное вам спасибо. Спасибо. Спасибо.